Сегодняшний выпуск посвящен шедеврам, о которых люди могли не узнать, но узнавали благодаря счастливому стечению обстоятельств. Не все работы мирового искусства дожили до наших дней. Много произведений исчезло, погибло, осело в частных коллекциях, мы их вряд ли когда-нибудь увидим. Но, к счастью, есть случаи, когда творения великих авторов получают вторую жизнь. Их находят в необычных местах, а иногда случаются почти детективные истории. Начнем с картины, побившей мировые рекорды по стоимости «Спаситель мира» Сальваторо Мунди. Она приписывается Леонардо да Винчи, хотя это практически не доказано. И, скорее всего, будут еще долго спорить относительно ее атрибуции. Но сама история ее появления в поле зрения искусствоведов очень интересная, даже в чем-то захватывающая. В 2005 году два ордителя купили «Спасителя мира» на аукционе за 1000 долларов. Они хотели отреставрировать ее и продать подороже. Забегая вперед, скажу, что у них это получилось. Картину взяли на реставрацию. Ее взяла Даяна Мадестине. Она начала работать над ней, думая, что это просто копия одного из последователей Леонардо. Но в процессе работы реставратор обнаружила на картине Пентименто. Пентименто – это исправление, которое вносит в изображение автор. Они всегда связаны с оригиналом. Большой палец спасителя изначально находился в другом положении. На копиях такие корректировки практически исключены, потому что оригинал есть и с ним работают. Когда она начала работать с уголками губ, то была в шоке, потому что не нашла ни одной линии, ни одного мазка. Так в те времена мог работать только Леонардо или какой-то очень близкий к нему ученик. Понимаете, прошли века, а техника Леонардо до сих пор восхищает, потому что она уникальна. Тогда так мог работать да Винчи, но сейчас так может работать любой пожелавший работать в этой технике. В нашем механизме топ-живописи на картинах вы не найдете ни линий, ни следов кисти, даже если рассматривать на максимальном приближении. Это значит, что работы будут исключительно интересны и через столетия практически так же, как это происходило и продолжает происходить с полотнами да Винчи и его сподвижников. Подробнее о методе работы по механизму топ мы рассказываем на бесплатном мастер-классе 5 приемов высококлассной живописи. В рамках эфира вы узнаете, за счет чего достигается реалистичное изображение без мазков и линий, а также познакомитесь с техникой великих мастеров. Ссылка в описании, регистрируйтесь. Спаситель. Дилеры направили фотокартины в Национальную лондонскую галерею. Ей заинтересовался Люк Сайсон, куратор предстоящей выставки Леонардо да Винчи. Он захотел посмотреть ее, пригласил заодно Мартина Кэмпа, почетного профессора, искусствоведа Оксфордского университета. Эксперты сказали, что это не да Винчи. Но Кэмп заметил, что от картины исходит особая энергетика. Он так и сказал, от этой картины исходит сила. Люк Сайсон, не получив от экспертов однозначного ответа, выставил Спасителя мира, как работу Леонардо да Винчи. Разумеется, выставка произвела фурор. И, видимо, пока арт-рынок не оправился от шока, владельцы картины захотели ее продать. Покупкой заинтересовался Дмитрий Рыболовлев. Немногим ранее картину купил арт-дилер Ирф Бувье за 87 миллионов и перепродал ее рыболовлеву уже за 127. В 2017 году на аукционе Кристис картина была продана за 450 миллионов, побив мировой рекорд и остав самой дорогой картиной в мире. Ее инкогнито купил наследный принц Саудовской Аравии. Так говорят. Сегодня Спаситель мира где-то на яхте. По случаю покупки картины в Абу-Даби построили филиал Вувра. Но самой картины там нет. Вероятно, потому что авторство Леонардо до сих пор оспаривается. Или принц просто жадничает. Будем надеяться, что когда-нибудь картина появится на публике и людям удастся ее увидеть. Так или иначе, никто бы не узнал об этом шедевре, если бы не случай с реставратором. Следующая история о найденном шедевре Ван Гога. В 2013 году музей Амстердама представил публике сенсацию. Обнаружена неизвестная ранняя картина кисти Винсента Ван Гога «Закат в Мон Манжуре». Удалось установить, что картина находилась в коллекции Тео Ван Гога, брата известного живописца. После смерти Тео полотно перешло к его жене, которая, нуждаясь в деньгах, продала его неизвестному ценителю. После этого о судьбе картины мало что известно до 1908 года. Тогда «Закат в Манжуре» был приобретен норвежским промышленником Кристианом Николаем Мустадом. Он разместил картину в своем доме и с гордостью демонстрировал ее своим гостям. Все было хорошо, пока она не попала на глаза посолу Франции в Швеции, который иногда заглядывал в гости к промышленнику. Посол считался очень большим ценителем и знатоком искусства. И вот он заявил Мустаде, что это не Ван Гог. Хозяин расстроился, запер картину на чердаке, где она и пролежала все это время. Пока наследники Мустады не нашли ее там и не показали музею Амстердама. Это было уже в 90-х годах. Но тогда искусствоведы не подтвердили подлинность работы и она опять отправилась на чердак. Пока в 2011 году не было начато такое глобальное исследование, которое атрибутировало работу как кисти Ван Гога. Похоже, что у Мустада были настойчивые наследники. Если они дважды пытались восстановить справедливость по отношению к картине, могли не заморачиваться и мир бы не узнал, что у Ван Гога есть еще одна работа. Закат в Монманджуре был написан примерно в 1888 году. Этот период стал расцветом творчества Ван Гога. Тогда же были написаны подсолнухи. Что интересно, удалось даже найти то самое место, которое могло вдохновить мастера на этот пейзаж. И оно действительно находится у развалин Бенедиктинского аббатства Монманджур на юге Франции. Там находятся дубы и подозрительно напоминающие те, что изображены у Ван Гога. Следующая история, но она не такая занятная, как предыдущие, но вполне в духе 20 века. Несколько лет назад в заброшенной квартире в центре Парижа была найдена целая коллекция полотен 19 века. В помещение никто не входил более 70 лет. Хозяйка уехала из Франции накануне Второй мировой войны и домой не вернулась. Когда стало известно о ее смерти, адвокат передал ключи наследникам, которые среди пыли и насекомых нашли картины. Самые знаменитые из них кисти Джованни Больдини, портрет актрисы Марты де Флориан 1898 года. Если внимательно осмотреть все чердаки и подвалы мира, наверняка найдется еще парочка шедевров. По крайней мере, так случилось в Тулузе. Семья купила старинный дом вместе со всем хламом. На чердак они не пытались попасть, пока не протекла крыша. И во время ремонта хозяин обнаружил полотно, на котором был изображен библейский сюжет. Картина была в ужасном состоянии, покрыта толстым слоем пыли, вся в водяных подтеках. Об этой находке узнал французский аукционер Марк Лобарб. С его подачи началось исследование. Никто не питал иллюзии по поводу подлинности работы. Пока, как и в случае со спасителем мира, на ней не нашли пентементо. Стало понятно, что позы и выражения лиц героев были исправлены, что и стало решающим фактором в пользу оригинальности произведения. Почти 150 лет на чердаке дома пылилась работа Караваджо. Второй экземпляр картины Юдив и Алаферн. Судя по историческим заметкам, Караваджо написал картину Юдив и Алаферн в 1607 году. После обнаружения картины власти Франции объявили ее национальным достоянием, препятствуя его продаже за границу. Однако в ноябре 1918 года запрет не был продлен из-за сомнений в надежности атрибутирования. В результате картина была продана. Еще один случай с шедевром, найденным на этот раз в подвале, произошел в городе Яранске Кировской области. Там случайно было обнаружено несколько работ Кандинского, Родченко и Фешина. Так случилось, что картины, каждая из которых стоит сотни тысяч долларов, оказалась в Краеведческом музее маленького профессионального городка. На самом деле от этой истории, конечно, хочется и смеяться, и плакать. Дело в том, что после прихода к власти большевиков, наркомпрос поставил задачу повысить культурный уровень населения. С этой целью в 1920-1921 годах было организовано несколько передвижных выставок, на которых экспонировались около 380 произведений искусства. Куратором одной из выставок был член Народного комиссариата просвещения Евгений Медведев. Он сложил все полотна на телегу и отправился в тур по Вятской области. Судьбу произведения Кандинского решила зима и заснеженные дороги. Медведев не мог вывести картины из города на телеге, и они остались там почти на сто лет. Обнаружился работа совершенно случайно. В конце 1990-х научный сотрудник музея готовил выставку графики 1920-х годов XX века. И заметил, что на рисунок Василия Чикрыгина приклеился какой-то листочек. Этот листочек оказался абстракцией с подписью Кандинского. Когда сотрудница приехала в Москву, чтобы рассказать о находке экспертам, ей, естественно, не поверили. Широкой публике стало известно об этих полотнах только в 2017 году, когда по приглашению коллег в музей прибыл искусствовед Андрей Соробьянов и увидел там каталог выставки. Мне кажется, что эти истории говорят нам о том, что нельзя делать выводы о картинах с первого раза, и о том, что даже опытные искусствоведы могут ошибаться. Да, регистрируйтесь на наш бесплатный мастер-класс «5 приемов высококлассной живописи» по ссылке в описании. Узнаете, как наша техника способна оживлять картины и кратно повышать шансы на создание шедевра своими руками. А пока ожидайте старт трансляции. Посмотрите наш предыдущий эпизод о том, как нарисовать морской пейзаж при помощи все той же техники ТОП. До встречи в следующем эпизоде. Субтитры создавал DimaTorzok